все хорошо все хорошо все хорошо все хорошо то что я вещаю а как я это вещают а там я это вещаю постоянно есть будет и конечно я уже не помню на чем я остановилась но на чем-то хорошем и в эти три страны и в эти в эти три и одно из этих стран снова здравствуйте и снова как дела все хорошо дорогие друзья я начала монтировать и поняла что я вам не представилась у меня всего лишь 60 подписчиков вы же конечно меня не знаете меня зовут катерина и я основатель туристического проекта с али travel я турагент я любитель поговорить я очень сильно люблю путешествие просто вот начинающий ютубер вот так что мне очень приятно с вами познакомиться обязательно сразу же подписывайтесь на меня ставьте лайк и пишите комментарии до меня вот не выработается никак структуры не могу я сесть и раз в неделю что-то желательно чаще рассказывать но хоть что-то я выкладываю пусть там не говорю каждую неделю но стараюсь и максимально делаю все от меня зависящее уже хорошо уже меня это радует уже я не парюсь о том как я выгляжу или что-либо в этом роде и сегодня у меня такое состояние довольно таки общительное эмоциональное по той причине что туроператоры додумались сделать для туристов хорошо из регионов поставили классные стыковочные рейсы все придумали все продумали и по этой причине мне естественно хорошее настроение потому что это удобно это здорово это дает возможность работать радоваться и думать о том что все-таки впереди прекрасное будущее она в любом случае прекрасное но что она до близко это факт вы мне не поставили 20 лайков всего лишь 16 лайков но вот этом видео в котором я просила 20 чтобы быстрее смонтировать видео обзор на прекрасный отель мадам эль из светлогорска я его смонтировал самостоятельно без мотивации какой бы то ни было вот здесь он уже есть тоже вы его не особо смотрите но меня это не расстраивает я хочу снимать я снимаю поэтому вот снова вам выпуск новостной не новостной называйте как хотите разговорный буду общаться рассказывать вам что-то на радостях что-то барабанит да действительно что-то барабанила и помимо того что я послушала я решила еще вот немножечко тут заднего фона добавить чтобы не казалось что тут пустота тут не пустота хочу сказать после прекрасной новости которая свершилась буквально неделю назад пять дней назад наш премьер-министр анонсировал что 1 августа международное авиасообщение с тремя странами возобновляется и одной из этих стран стала турция самое массовое направление у туроператоров и это прекрасная новость потому что хотя бы из москвы хотя бы из питера и из ростова но уже можно улететь в другую страну вне россии можно отдыхать это прекрасно это замечательно это значит что мы возвращаемся к прежней нормальной жизни сразу хочу сказать насчет коронавирус и вообще моих мыслей вообще моего отношения к этому вирусу сейчас я не боюсь совершенно его новый вирус с которым надо научиться жить надо научить существовать надо научиться его лечить надо научиться идите собой за своим здоровьем и относиться к нему бережно все сидеть вечно дома в бункере за несколько замками запертым ходить все время в маске не контактировать с людьми вообще никаким образом не надо этого делать самое важное не надо бояться за границей не надо бояться перелетов не надо бояться иностранцев потому что то же самое что боятся кассирша в магазине возле дома это тоже самое на ничем не отличается от иностранных жителей и людей то есть не надо отказывать себе в удовольствии не надо отказывать своих желаниях если у вас есть возможность сейчас взять и улететь летите там вам будет безопаснее чем дома это факт потому что знаете что и дома тоже много чего случается даже в калининграде было землетрясение однажды хотя тут такого не бывает вот поэтому боятся ничего не надо надо жить продолжать жить радоваться жизни искать возможности а не говорить то что вот это плохо вот это плохо надо надо во всем искать возможности вот например сейчас скалининграда появилась возможность улететь в турцию с пересадкой сама в москве да есть пересадка да надо забрать багаж вам надо будет выйти из самолета да вам надо будет получить багаж и еще раз его сдать но это возможность улететь в В прекрасную погоду, в теплое море, в вкусную еду, в отдых и вообще просто-напросто в ощущении того, что ты в другой стране, хотя люди в течение полгода не могли этого сделать официально, без каких-то там кучи документов, всяких сложностей, со страхом о том, что их не пустят на рейс, потому что у них нет каких-то разрешающих документов или там специальных виз и прочего. А вы действительно полетели в отпуск в другую страну. Это вообще, мне кажется, первый самолет, который улетит. Это люди, которые просто будут безумно счастливы и думают, что круто. Вот, что еще хочется сказать. Мне сейчас ничего хаять, есть много чего можно похаять, но если мы будем все время все хаять, мы не будем замечать ничего хорошего и в жизни у нас будет только вот негатив, деструктив и все плохо. На радостях, что есть возможность поработать, наконец-то. Не надо мне сейчас писать, пожалуйста, что турагенты отмирают последние, следом будут отмирать последние туроператоры. Все вы сдохнете, вы никому не нужны, продавайте хлеб, мясо и рыбу. Просто вот. И занимайтесь еще и полезными вещами, а не пишите писульки. И вообще не высказывайте свое мнение. Сидите дома и закройтесь, и по заграницам тоже не ездите. Итак, из такого самого важного. При поездке в Турцию из России вам не нужно сдавать тест на коронавирус. Не обязательно лететь с этой справкой, вас поселят в отеле без них. Основные правила, как и везде, это маска и дистанция. Но опять же, вы смотрите по ситуации. Я, как понимаю, в аэропортах уже все на ваше усмотрение. Кто хочет, тот идет в маске, кто хочет, идет без маски. Подошли к вам, сказали, пожалуйста, оденьте маску, одели маску, возьмите ее с собой. Все, дальше уже на усмотрение ваше и, да, законодательно маски в аэропорту носить надо. Если к вам подойдет кто-то и попросит, я думаю, вам не будет сложно взять и одеть эту маску, а потом, например, ее взять и снять. Вот. Точно так же, как и не надо, пожалуйста, тыкать пальцем в тех, кто не носит маски, считает, что без маски будет совершенно спокойнее и безопаснее. Это дело каждого, и каждый самостоятельно может решить для себя, что ему лучше и как правильно. Да, надо будет заполнять все эти анкеты, бумажки, когда вы будете лететь в самолете, обратно тоже надо будет заполнять все эти анкеты. Но это мелочи, ну, заполняли же иммиграционные карточки, когда летали, ну, ничего страшного, и тут заполним. Ну, это не проблема, дополнительная бумажка, господи, ну, вот и любят они все бумажки, ну, пусть они складируют эти бумажки себе. Это самое главное, что открыли и пустили. Уже хорошо, друзья мои. У меня вот еще одна прекрасная новость. У меня ребенок сегодня в садик, наконец-то, пошел. Видите, у меня есть время даже для того, чтобы записать вам видео, и не отвлекаясь ни на что, и никак. Я даже надеюсь, что я его еще и смонтирую быстро, и вообще прекрасно все будет. Возвращаемся к привычной жизни. Сейчас еще вот Польшу откроют, за сосисками, за своими, наконец-таки съездим, на Гданьск посмотрим, и все, и жизнь прекрасна. Начинаем заново радоваться. Как я уже говорила, я небу радуюсь. Вот, вы, возможно, травки порадуетесь под ногами. Так что давайте все-таки искать что-то хорошее вокруг нас, а не копить вот этот негатив, которого достаточно во все времена, с короной, без короны. Всегда это было, есть и будет, и вот. И надо радоваться, друзья. Надо радоваться, не надо огорчаться. Так что туризм на самом деле немножечко другой, но при всем при этом, кому надо отдыхать, тот отдыхает еще лучше, чем раньше, без каких-либо ограничений серьезных. Шведский стол есть, детские клубы открыты, все в порядке, людей меньше, и это прекрасно. Так что, друзья, когда, как не сейчас. Жить надо именно сейчас. Не ждать, когда все закончится, не ждать следующего года. Есть возможность. Летим. Пишите, если кому-то надо, нужна помощь какая-то. Вот. И самое главное, конечно, здесь я все это делаю, и я жду от вас и лайков, и комментариев, и репостов о том, что ура, Турцию открыли. Еще, кстати, да, открыли Танзанию, на Занзибар, пожалуйста, можно лететь. И не боятся малярийных комаров больше. Вот. И Великобритания тоже также открыта. У них, правда, есть карантин еще. А, и да, по возвращению в Россию вам не надо будет сидеть после того, как вы в Турции отдохнете, ни в каком карантине уже все отменено. Так что это прекрасно, прекрасно. Ждем, когда откроют Европу. Мы ждем, когда откроют Гданьск. Вот. И начинаем дышать полной грудью. Не ждем никакой второй волны. Не надо этого ждать, не надо об этом думать. Открыли Турцию, радуемся этому. И ждем, когда откроют что-то другое. Вот. Ну, вот так вот, друзья. Что еще хочу сказать? Да ничего больше не хочу сказать. Хочу сказать, что все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Смотрите, пожалуйста, остальные мои видео. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там меня много в сторисах. И если кому-то нравится то, что я вещаю, а как я это вещаю, то там я это вещаю постоянно. Там у меня еще и про Винишко, и про Калининград в целом. Вот. И поэтому всем спасибо. Всем хорошего дня. Всем хороших отпусков. Всем хорошей прекрасной Турции. Открытых границ, перелетов прямых. И просто, просто всего хорошего. Спасибо большое, дорогие друзья, за то, что посмотрели на меня. Посмотрели до конца. Это вообще прекрасно и замечательно. Возможно, я не рассказала чего-то сверхъестественного и суперполезной информации, которая необходима вам здесь и сейчас. Извините. I'm sorry. Вот. Я просто хочу сказать, что я делаю то, что мне нравится. И я очень сильно надеюсь, что это какие-то плоды даст. Вот, например, видео про то, что границы открыты, которые я записала в машине без макияжа, без всего. На радостях, что ура! Каким-то чудом сегодня ночью набрало около 500 просмотров. Вот. Полезные вещи про отели никто не смотрит. А то, что Турцию открыли, вот, YouTube взял и всем показал. Молодец, YouTube. Показывай больше, пожалуйста. Я буду снимать больше. Все. Спасибо, дорогие друзья. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, читайте меня везде и всюду. А я буду стараться дальше. Нет, я буду не стараться, я буду делать. Спасибо большое. Всем хорошего временипрепровождения и хорошего дня. Не дня, чего у вас там. Пока. А вот еще не рассказала вам, подстриглась я. И, наконец-таки, без вот этих вот некрасивых кончиков с вами общаюсь. Вот тоже новость, тоже хорошо. Надо замечать все прекрасное в нашей жизни, друзья. Себе советую и вам советую. Ну, на чем я остановилась, а? Муж позвонил.